В творчестве есть три этапа, и важно, когда творческий человек понимает, в чём он сейчас находится. Первый этап творчества, если вообще можно назвать творчеством, это этап такой, когда мы находимся просто в уме, в состоянии думания, и понимаем, что надо рисовать, надо писать песни, и мы начинаем выдавливать, выдавать какие-то звуки, фразы, мазки, мы пытаемся найти это, но так или иначе оно как-то не клеится, не выходит, и мы уходим с таким огорчением, вот не то. То же самое чувствует поэт, то же самое чувствует любой творческий человек. Но здесь очень часто мы можем из состояния не то что-то делать, и нередко люди, которые не разбираются, не чувствуют этот тонкий вкус, они могут сказать, как классно, классно у тебя песня родилась, какая интересная картина, но если вкус к этому ощущению то у тебя есть, то ты поймёшь, что эта картина создана просто, например, из ума, или эта песня написана как плановая песня, а не как то, что проистекло. Следующий этап творчества – это страстность. Когда приходит вот это вдохновение, возбуждение, когда ты входишь в состояние, и ты как будто бы ловишь поток или какую-то грань жизни отображаешь через сильное переживание. Например, вдруг какая-то песня про любовь, это как-то срезонировало с твоим чувством любви, с твоим реальным отношением, как сейчас у тебя. И ты вот это вот выдал, и прямо так и пришёл к другим людям, которые тоже ещё не знают, что такое то, предельное состояние. И ты говоришь им, такая песня родилась, ты сыграл, и люди расчувствовались, и ты словил удовольствие от того, что ты на самом деле творец. Но это ещё не то. Это состояние возбуждённости, это состояние вот жизненности, которую ты чувствуешь, что я вот живой, прямо из жизни родилась. Но это ещё не предельное состояние. Есть третье предельное состояние – состояние мудрости или благости. Оно находится за пределом твоей страстной возбуждённости, твоего творческого подъёма, когда из подъёма ты как бы падаешь в тишину, в покой. И из этого покоя пишется, это как раз то самое, о чём говорит апостол Павел, что не я живу, но живёт во мне Христос. Не я творю, но творит через меня Дух. Дух проявляется через творчество. И если во втором состоянии ты присваиваешь себе, и ты говоришь, ой, я написал такую песню, вот это я, оно очень сильно резонирует, потому что это жизненность, которая проявляется и схвачена твоим индивидуальным я. То в третьем состоянии ощущение я полностью отсутствует. Там как будто бы тебя нет. При этом песня может быть, ну, или, например, песня, или картина, у неё могут быть яркие краски, яркие звуки. Но ты понимаешь, что это проистекло через тебя. Вот в фильме «Загадки гениев» есть замечательная такая фраза, что гениальные люди – это люди, центр которых укоренён в центре мироздания. И это звучит очень, на самом деле, ну, хотя это сказано в светском фильме, это звучит потрясающе духовно, потому что гений – это человек, который может домолчаться до Бога и позволить вот этому непроявленному божественному присутствию проявиться в мире форм через свою индивидуальность. И очень часто большинство творческих людей подсажено на второе состояние, на состояние страстной возбуждённости. И поэтому они раскачивают маятник страстей через своё творчество. Иногда это может быть и религиозная страстность. «Я так хочу встретиться с тобой, я так хочу видеть тебя, мне так трудно без тебя». Вот этот вот момент, да, в песнях, очень часто он идёт из страстного возбуждения, а не из состояния божественного присутствия, которое запредельно. В состоянии божественного присутствия ты понимаешь, что Бог никуда не уходит и ниоткуда не приходит. Бог – это вечное есть. Но ты сострадательный к тем людям, которые находятся в иллюзии ухождения и прихождения Бога. И тем, кто ощущает его как уходящего и приходящего, из состояния мудрости ты можешь ждать поток, в котором они войдут в состояние естьности, то есть присутствия. Спасибо. Спасибо.